Как отличить депрессию от плохого настроения? Депрессивное расстройство – одно из самых распространенных расстройств в психике. К сожалению, далеко не всегда своевременно диагностируемое, поскольку симптомы депрессии очень часто не являются очевидными не только для окружающих, но и для самого пациента. В подавляющем большинстве случаев депрессия начинается так же, как и обычное плохое настроение в ответ на какую-то неприятность, в ответ на какое-то событие в жизни, либо трагическое событие, либо какой-то не такой уж и значительный стресс. Тем не менее, в начале и для пациента, и для окружающих падение настроения кажется абсолютно логичным и естественным в этой ситуации. Со временем, в отличие от плохого настроения, депрессия начинает нарастать. Вот эта динамика, которую мы прослеживаем от самых первых симптомов до первого обращения к врачу-психиатру, как мы говорим, прогредиентная или прогрессирующая динамика плохого настроения, заставляет человека все глубже и глубже погружаться в свою тоску. И вот, упомянув термин «тоска», я хочу сказать, что именно это чувство, чувство тоски, является, пожалуй, самым главным центральным и ядерным симптомом депрессии. И именно этого чувства, чувства глубокой душевной тоски, нет при обычном плохом настроении. Еще один очень важный феномен, который отличает депрессию от плохого настроения, у нас в медицине называют ангидонией. Ангидония – это феномен отсутствия потребности получать удовольствие. Если психически здоровый человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, переживает ее каким-то плохим настроением, где-то в глубине души, где-то на каких-то задворках своего сознания, несмотря на все тяготы этой ситуации, он все равно имеет надежду на светлое будущее. У него все равно есть потребности тяга к тому, чтобы каким-то образом, как можно быстрее, решить для себя эту проблему, вернуться на тот уровень душевного комфорта, который был до столкновения с той или иной стрессовой ситуацией. При депрессии подобной тяги нет. В этом и есть содержание ангидонии. Пациент, даже имеющий возможности и материальные, и социальные, и какие-то иные, технические, имеющие возможности получить то удовольствие, которое он всегда получал раньше, будет от этого отказываться. Большая часть пациентов с клинической депрессией находится в так называемом адинамическом состоянии, когда главным местом их пребывания становится кровать. И горизонтальное положение тела, или положение тела, отвернувшись к стене, с отсутствием реакции на обращенную к ним речь, очень редкие высказывания и вообще достаточно бедная и скупая лексика, очень много мыслей самоуничижающего содержания, когда пациент не видит никаких перспектив в будущем и винит в этом, конечно же, себя, считая себя самым великим грешником на свете. Всего этого нет при плохом настроении. При плохом настроении, наоборот, человек становится необычайно активным, очень часто даже, как мы говорим, суетливо активным. У него появляется болтливость, у него появляется, как мы говорим, бегство в работу, он начинает становиться трудоголиком и сутками напролет сидит на работе для того, чтобы как можно меньше присутствовать дома, приходить домой только переночевать и дальше рано утром ехать обратно на работу. Этого всего невозможно при настоящей клинической депрессии, поскольку клиническая депрессия – это всегда нетрудоспособность, это всегда состояние потери тех возможностей и профессиональных навыков, которые были до начала болезни. Ну и, конечно, очень важный момент, на который мы всегда обращаем внимание, это, как мы говорим, коморбидные депрессии симптомы, то есть спутники депрессии. И я бы выделил среди них две большие группы. Первая группа – это тревога. Тревога почти всегда присутствует при депрессии либо очевидным образом, и тогда мы видим панику, мы видим приступы страха, мы видим массу различных вегетативных проявлений тревоги, либо тревога скрыта, и пациент о ней может даже не говорить, и пациент может в связи с этой тревогой, например, прекратить общение со своими близкими, с верстниками, не выходить из дома. И поводом или причиной для этой тревоги внешне, как правило, ничего не является. При обычном и плохом настроении тревога возникает эпизодически, если возникает, то очень легкого такого уровня, ну, не более чем беспокойства за ситуацию, которая вызвала это плохое настроение. Ну, и эту тревогу очень легко убрать в простом обычном разговоре психотерапевтической направленности. Вторая группа коморбидных симптомов, которые практически всегда присутствуют при депрессии, это группа так называемых психосоматических или соматоформных расстройств. Это, как правило, мы еще называем это соматический аккомпанемент депрессии. Это, как правило, те или иные жалобы с различных участков тела или от того или иного внутреннего органа, с которыми пациент с депрессией начинает планомерно ходить к врачам различных специальностей. Вот он на приеме у терапевта, у хирурга, у гинеколога, у невропатолога, у ортопеда начинает принимать какие-то препараты, которые не оказывают эффекта должного, проводят массу обследований, зацикливаются на этом, очень часто становятся ипохондричным. В конечном итоге отсутствие эффекта после длительных вот этих вот мучительных совершенно походов по медицинским учреждениям еще больше и глубже убеждает его в том, что жизнь его уже бессмысленна, что все, что происходит с ним и будет происходить, не имеет никаких шансов на улучшение, ну и так далее. В случае, когда речь идет о плохом настроении, этих соматических жалоб нет. Пациент очень часто, ну, в самом таком худшем случае, может пожаловаться на какие-то проявления усталости, вялости, утомляемости, но не более того. И в подавляющем большинстве случаев вот такой ипохондрической настроенности у пациента без депрессии все-таки нет. Есть еще очень важный момент, который мы в психиатрии всегда оцениваем, не только при депрессиях, когда ставим такой диагноз, но и при других расстройствах психики. Это критика. Когда у человека болит зуб, он понимает, что это болезнь, и он понимает, что с этой болезнью нужно прийти к стоматологу. Когда у человека начинает болеть сердце, и усиливаются эти боли, когда он поднимается пешком на третий, пятый этаж, он понимает, что это болезнь, и он понимает, что с этой болезнью нужно прийти к терапевту, к кардиологу. Но когда у человека появляется депрессия, понимание того, что это болезнь, как правило отсутствует. И поэтому первичная обращаемость пациентов с депрессией к специалисту очень низкая. Хорошо, если есть рядом родственники, близкие, друзья, кто видит это или кто имел опыт и кто знает о том, что такое депрессия, и кто инициирует такую консультацию, такой приход. Но если этого нет, то наш пациент с депрессией, к сожалению, может оказываться без лечения в этом состоянии очень длительное время, месяцы и годы. Жалоб от пациента с депрессией практически нет. Мы очень часто видим то, что мы называем диссимуляцией, то есть потребностью депрессивного пациента как бы скрыть, завуалировать свое заболевание или свое расстройство. Даже на приеме у психиатра, когда мы видим, что перед нами депрессивный пациент и задаем ему, естественно, вопрос, какие у вас жалобы, что вас беспокоит, какое у вас настроение, он с трудом натягивая улыбку, говорит, ну что вы, что вы, у меня все в порядке, не волнуйтесь, ничего страшного со мной не происходит. Хотя вроде бы консультацию у психиатра предусматривает как раз жалобы на, как можно более развернутые, как можно более подробные. Ну а человек без депрессии, человек с плохим настроением, конечно же, наоборот, гиперкритичен к своему состоянию. Иногда он очень много, подробный, долго, настолько долго, что его бывает очень сложно остановить, рассказывает о своих проблемах. Пациент с плохим настроением ищет собеседника, ищет, как мы говорим, жилетку, да, в которую ему можно поплакаться. Он может провисеть на телефоне со своим другом или подругой, там, по 40 минут, по часу, просто безостановочно, монологом, рассказывая о том, как все несправедливо вокруг, какой плохой его начальник, муж, жена, брат, сестра, родители, дети и так далее. И вот ему, когда он входит в раж, да, рассказывая о своих проблемах, ему даже не так уж и важна обратная связь, главное, что есть кто-то, кто слышит, кто слушает его. И вот этот вот феномен, как я уже говорил, болтливости такой, да, очень часто как раз противоречит диагнозу депрессии, а наоборот, говорит просто о плохом настроении. Ну и, конечно, здесь, к сожалению, мы никак не можем избежать тему суицидов. К сожалению, суицидальные попытки случаются в психиатрии и случаются во многом, очень часто как раз из-за того, что диагностика депрессии оказывается недостаточной, потому что именно депрессивное состояние в подавляющем большинстве случаев приводит к подобного рода мыслям и тенденциям в целом. Ну, одним из главных признаков суицидального риска, как мы говорим, при депрессии, является как раз вот эта вот глубокая витальная тоска, витая – это жизнь, да, то есть тоска, определяющая пустоту, душевную пустоту, дыру в груди с одной стороны, а с другой стороны тоска, определяющая снижение потребности в жизни, да, снижение мотивации к продолжению жизни. И пациенты с депрессией очень часто совершают свой суицид абсолютно без каких-либо борьбы мотивов. У них нет предварительных взвешиваний за и против и так далее. Они просто идут и выпрыгивают из окна просто потому, что больше не видят смысла в дальнейшем проживании или потому, что смерть является единственно возможным и эффективным обезболивающим душу средством. При плохом настроении, когда депрессии нет, к счастью, наоборот, у пациентов тяга к жизни становится гипертрофированной. Они, наоборот, боятся смерти, они, наоборот, как я уже говорил, становятся очень часто такими тревожными, беспокоящимися за свое здоровье. И люди с плохим настроением, конечно же, могут говорить о том, что у них периодически в голову приходят такого рода грешные мысли, но при этом они тут же начинают суетливо оправдываться и говорить, что это абсолютно невозможно, этого не может быть, я никогда такого не совершу, я даже помыслить себе такого не могу. То, что я перечислил, это всего лишь какая-то небольшая часть тех критериев и признаков, которые могут помочь вам в своевременной диагностике, ну, доврачебной диагностике депрессивного расстройства, в случае, если что-то из того, что я сейчас сказал, действительно возникало или возникает в настоящее время у вас или у ваших близких, родных, друзей, ни в коем случае нельзя откладывать обращение к врачу, к сожалению, потому что это не обращение своевременное может стоить человеку жизни. Субтитры создавал DimaTorzok